Сокращение нефтедобычи. Что будет дальше? Кафедра нужна во все времена. Дальше к виду речевой деятельности. Этот вид речевой деятельности в трех сферах. И для каждой из этих вот видов речевой деятельности, для каждой из сфер выбран, отобран набор речевых жанров. О чем говорят литературоведы? Крым сейчас тоже чрезвычайно важная точка, бесспорно совершенно. Есть проблема новых территорий и проблема преподавания русского языка на новых территориях. Вместе мы сила. В школе все нравится. Спасибо большое за возможность заниматься спортом. Всем привет! В эфире Неверньюса, в студии Амир Ахтямов. С большой вклад в развитие юридической науки и совершенствование российского законодательства государственной наградой Российской Федерации удостоена директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, почетный профессор Казанского университета Илья Хабриева. Она награждена Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Цены на черное золото выросли на 12%. О причинах повышения цен на нефть и решения ОПЕК+, в нашем следующем сюжете. Страны ОПЕК+, объявили о решении продолжить сокращение нефтедобычи. Об этом сообщили Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир. Сокращение привело к грандиозному повышению стоимости нефти. Российская Юрлс поднялась на 12%, до 60 долларов за баррель. Это число максимум середины августа. Цена за баррель превысила потолок стоимости, который был установлен для российской нефти США. Повышение цен на черное золото – яркий пример работы с законом спроса и предложения. Если производители могут предложить товара меньше, чем его покупатели хотят купить, то цены растут, потому что теперь уже конкурируют между собой покупатели. Каждый хочет купить товар, понимая, что товара мало и на всех не хватит. Поэтому потребители, покупатели готовы переплачивать, готовы предлагать более высокие цены, ну а производители этим пользуются и более высокие цены устанавливают. Неожиданное решение ОПЕК-плюс было принято с целью поддержания стабильности рынка. Страны-экспортеры нефти обеспечивают себе подушку безопасности в условиях непредсказуемости из-за банковского кризиса в США и Европе и глобальной неопределенности в целом. Производство? Ну, скорее всего, как раз их целью было обеспечить поддержание высоких цен на нефть, поскольку большинство из производителей и экспортеров нефти в значительной степени зависят от экспорта нефти, от цен на экспортную нефть. Их бюджеты во многом формируются за счет доходов от продажи нефти. Поэтому все они заинтересованы в том, чтобы цены на нефть оказывались как можно выше. Стоит отметить, что подъем цен на нефть не оказал поддержки российской валюте. По итогам торгов понедельника курс доллара на московской бирже вырос. Сейчас доллар США составляет почти 79 рублей. Это максимум с 19 апреля. Впрочем, подъем цен на нефть в сочетании с ослаблением курса рубля оказал положительное влияние на рынок акций. Индекс московской биржи вырос за день на 0,9%. Лидерами роста среди ликвидных ценных бумаг стали Роснефть, Лукойл, Татнефть. Стало известно о том, что фактические цены на российскую нефть в феврале оказались достаточно низкими. То есть в страну пришло достаточно мало валюты, в бюджет поступило мало налогов. Да, и это негативно повлияло на рубль. На таком фоне аналитики начали пересматривать прогнозы по цене нефти на 2023 год. Некоторые из них ожидают, что стоимость черного золота достигнет 110 долларов за баррель уже этим летом. Карина Бравцева, Универньюз. 4 апреля свое 40-летие отметила кафедра русского языка, как иностранного института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент Алина Сафина. В честь торжественной даты в Казанском университете прошла конференция. Одна из крупнейших профильных научных площадок, объединившая свыше 400 ученых из России и зарубежных специалистов по русскому языку. Ее участники представили более 50 высших учебных заведений из 18 стран мира. Сотрудники кафедры в своих выступлениях подчеркнули, что важнейшая задача для них – укрепление и распространение русского языка в мире. Уважаемые коллеги, вот то, с чем я хотел бы с вами поделиться, представляет собой определенного рода прием при обучении русскому языку как иностранному, попытку соединить лингвистическое и экстралингвистические начала при обучении. Одной из наиболее важной части при обучении инофонов русскому языку как иностранному является знакомство с лексикой и представление ее системных связей, в том числе и с лексикой аномастической. Специалисты Института филологии и межкультурной коммуникации за последние несколько лет значительно усилили свои показатели в международных рейтингах. Неоценимый вклад в развитие мировой лингвистики внесла Казанская научная лингвистическая школа. В ее стенах был создан Центр патологии речи, разработана платформа-агрегатор «Рулингва», у которой нет ни одного аналога, а также проведено много работы для исследования теории словообразования. Сегодня имя Казанской лингвистической школы известно во всем мире, даже в аббревиатуре. Ученые школы, начиная с Ивана Александровича Абадуэна де Куртыне, соединяли в своем научном познании интерес к лингвистическим процессам и явлениям, с проблемами преподавания языков. Качественной работой кафедры способствует плодотворное сотрудничество не только с российскими университетами, но и иностранными. В связи с этим свои поздравления выразили заведующие кафедры Русского языка Российского университета дружбы народов и Московского государственного университета, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования и заместитель директора Института 2-го Пекинского университета иностранных языков. Алина Сафина, Хафиз Гараев, Ленаргий Затулин, Никита Акиншин. Универньюз. В рамках Международного форума «Русский язык и литература как средство формирования российской идентичности и международной интеграции» состоялось заседание правления Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Подробности далее. Русский язык – одна из основ нашего государства, поэтому необходимо уделять особое внимание его изучению. В республике Татарстан накануне состоялось заседание представителей Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Площадкой для него стал зал Победительского совета Казанского федерального университета. В рамках встречи были затронуты актуальные проблемы в сфере лингвистики, литературы, ведения и преподавания. Есть проблема новых территорий и проблема преподавания русского языка на новых территориях. Просто может быть отдельный, это не делать Конгрессом Рапрял, а сделать просто такой нацеленный какой-то выезд в Крым с решением, в общем, сверхнасущных проблем, которые сейчас просто для страны актуальны. На форуме была выдвинута инициатива создания нового подразделения Российского общества преподавателей русского языка и литературы. В его состав войдут специалисты из Татарстана. Также была озвучена проблема нехватки преподавателей русского языка в республике. Безусловно, это государственная задача, и Казанский федеральный университет должен быть, я думаю, и будет лидером в этом направлении. Особое внимание было уделено и вопросу качества проведения подготовительных классов для иностранцев, поскольку уровень знания русского языка среди зарубежных студентов достаточно низкий. Участники заседания обсудили новые методы в изучении и преподавании русского языка как иностранного, а также предложили учебники и пособия, которые смогут заинтересовать студентов. Рамиля Мухамедшина, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид Захидоглы, Универньюз. Обучающиеся 11 класса университетской школы, прибывшие в Елабугу из Лисичанска два месяца назад, продолжают активно осваивать школьную программу и готовятся к сдаче единого государственного экзамена. На протяжении двух месяцев в Татарстане обучаются школьники из Лисичанска. Они готовятся к сдаче единого государственного экзамена под чутким руководством учителей университетской школы Казанского федерального университета. По словам самих учеников, им уже удалось существенно продвинуться и укрепить свои знания по многим предметам. Однако важнейшим направлением, требующим особого внимания, остается изучение русского языка. Ребята очень быстро освоились в школьном коллективе, подружились с учащимися 11-го А и 11-го Б. Они общаются не только на уровне каких-то школьных мероприятий, но и вне школьной обстановки. Мы сначала разбирали отдельно все тестовые задания, постарались их научить писать экзаменационное сочинение. Сейчас отрабатываем уже полностью все варианты, они прорешивают. У кого-то получается, у кого-то не очень. Совершенно другие стандарты, но здесь мы стараемся, активно готовимся к ЕГЭ. После уроков остаемся на дополнительных занятиях, с учителями прорешиваем варианты ЕГЭ. Мы стараемся, благодаря тому, что нам приобрели учебники по ЕГЭ, дома в свободное время мы прорешиваем варианты. Школьники не только усердно готовятся к предстоящим экзаменам, но и активно участвуют во внешкольных мероприятиях. Так недавно гости из Луганской республики познакомились ближе с местными традициями. Побывали на импровизированном татарском празднике Сабантуй, прошедшем в стенах университетской школы. А также своими руками попробовали приготовить национальное татарское блюдо «Эчпочмак». В организации «Досуга для ребят» принимают участие еще и городские культурно-спортивные учреждения. С момента своего приезда в ЕЛАБУ школьники смогли познакомиться с несколькими экспозициями Государственного музея-заповедника, а также приняли участие в праздновании широкой Масленицы. Любители спорта тоже нашли себе занятия по душе. Например, можно посетить занятия по боксу на базе спортивной школы номер один под руководством опытнейшего тренера, мастера спорта Константина Балабанова. Видно, что без практики, что ранее не занимались никогда боксом, единоборствами. Занимаются и вот потихонечку ставлю с ребятами, которые более опытные, наработки в парах. Думаю, что если дальше будет так заниматься усердно, то и будут какие-то результаты, возможно, разряды выполнить. Вообще очень насыщенная спортивная жизнь. У нас также есть плавание, спортзал мы тут ходим. Мы познакомились уже с елабужскими ребятами, с нашими пацанами с Лисичанской, при Воле, ходим тоже вместе. В школе все нравится. Спасибо большое за возможность такую заниматься спортом. Даже находясь вдали от родного дома, ребята поддерживают связь с семьей и друзьями, причем не только с помощью телефона и интернета. С недавних пор между Елабугой и Лисичанском была налажена почтовая связь, благодаря чему ребята теперь могут получать посылки от своих родственников и друзей. Я получила посылку наконец-то от своей мамы и от папы, конечно. Я очень, вот не знаю, за этим очень сильно скучала. Запах дома сразу, почерк моей мамы вообще узнаваемый. Давно его очень не видела. Я благодарю, что есть люди, которые нам помогают в этом, связываться как-то с родными таким способом. Екатерина Скарова, Универньюз. На этом все. В студии была Амира Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok